Привет, друзья! Вы на канале Кари, вы жить на Кипре. Сегодня я для вас решила снять видео, чтобы рассказать, как нам живется на Северном Кипре и самые главные плюсы и минусы, которые мы для себя узнали на Северном Кипре. Мы хотим нашим мнением поделиться с вами. Это наши плюсы и минусы. Мы не будем в мелочи вдаваться. Мы хотим рассказать вам самые главные плюсы и минусы, которые мы встретили на Северном Кипре. Я надеюсь, что эти плюсы и минусы совпадают и с плюсами и минусами других людей. Если не совпадают, либо есть какие-то дополнения, то, пожалуйста, в комментариях под видео обязательно оставляйте свои отзывы. Нам очень интересно узнать, какие же плюсы и минусы еще есть на Северном Кипре, про которые не знаем мы. Своё видео я хочу начать с плюсов, конечно же, потому что если бы не эти плюсы, нас бы не было на Северном Кипре. И мы бы здесь не жили и не были бы так здесь счастливы. Первым самым главным плюсом для нас, а также и для других, является климат. Климат здесь потрясающий. И правда, здесь 320 дней в году солнышко. Мы живем в других, в умеренных широтах, и мы знаем, что такое зима, что такое осень, весна, слякость, бесконечные дожди. И меня всегда угнетало с середины сентября, с октября, просто серая пелена на небе. И я до февраля, марта, а то и апреля не видела никогда солнца. Я родилась в июле, я солнечная. И мне, ну, как и любому нормальному человеку, как любому живому организму, солнце необходимо. Ни для кого уже не секрет, что витамин D является один из самых главных витаминов для жизни человека, для нормальной жизнедеятельности. Он участвует в обменных процессах, гормональных. Он, с помощью его идет усвоение кальция. И наши широтах люди, конечно, испытывают недостаток витамина D и, как следствие, испытывают проблемы со здоровьем. Я, как фитнес-тренер, также я нутрициолог, я могу с уверенностью сказать, что недостаток витамина D обязательно сказывается на здоровье человека. Очень редко бывает переизбыток витамина D, это практически не бывает. А когда витамин D в нормальном состоянии, у человека хорошее настроение, у него идут нормальные все процессы регенерации в организме, и он хорошо живет, и он нормально может бороться с определенными инфекциями, вирусами и так далее. И работа нашей нервной системы напрямую зависит от витамина D. Не просто так, живые организмы и растительность богата в тех местах и преобладают максимально различные всевозможные виды птиц, животных, растений, именно в теплых местах. Также на северном Кипре прекрасный воздух. Здесь море всегда освежает, мы дышим всегда йодом, мы дышим соленым воздухом, испаряется, да, ионы мы дышим, и это попадает в наш организм. И это, естественно, только благоприятным образом сказывается на организме. Не просто так люди приезжают на Северный Кипр, они хорошо себя чувствуют, и не только на Северный Кипр, на другие морские курорты. И когда человек, например, долго болеет, ребенок или взрослый, ему рекомендуют всегда ехать сюда, на море. Ой, на счастье, бьем посуду. Всегда рекомендуют ехать на море. Некоторые люди не могут забеременеть годами, они съездят на море, отдохнут, нервную систему приведут в порядок и сразу беременеют. То есть это все реально, и это все как бы, ну, это правда. Правда, климат на Северном Кипре супер. Вторым главным плюсом проживания наше на Северном Кипре является его недорогое жилье и проживание. А именно, здесь очень хорошие цены на недвижимость. Я не знаю мест больше в мире, где можно купить однокомнатную квартиру, двухкомнатную за 50, 60, 70 тысяч долларов. В километре от моря, в месте, где можно всегда жить, где можно работать, учиться, где есть больницы, где не только можно приехать на две недели и уехать, что там жить нереально, а именно в таком полноценном месте, где можно еще, напишите в комментариях, купить недвижимость за такие деньги. И также здесь недорогое жилье, проживание. В среднем на семью из четырех человек вы можете комфортно, хорошо жить. Ну, я не скажу, что ни в чем себе не отказывать, но очень достойно жить, имея свое жилье на тысячу долларов. Плюс, ну, к этим затратам можно еще отнести обучение, можно в бесплатной школе учиться. Ну, даже если в платной школе учиться, то, в принципе, даже если уже более приужаться, то также можно на эту тысячу, ну, можно прожить. Еще очень важно, когда можно прийти в магазин и, не глядя на цены, покупать себе продукты или на рынке. Потому что здесь очень адекватный ценник, если сравнивать с Россией, с Белоруссией, то не выше, даже некоторые продукты намного дешевле. Такие овощи, например, в зимний период, в осенне, весной, также весной. И скажу, что здесь некоторые продукты, да, подороже, и оно как бы взаимозаменяемо. Но здесь очень адекватный ценник, очень хорошие цены в ресторане, в кафе. Мы ходим спокойно, можем покушать в кафе, в ресторане. В среднем блюда стоят горячие 5, максимум 10 долларов. И вы знаете, это очень важно, когда ты можешь ходить в салон постричься, там какие-то процедуры сделать, когда ты можешь купить какую-то одежду. Ну, в общем-то, ты можешь жить и понимать, что здесь какие-то незавышенные цены. Потому что уже в последнее время, например, в Минске в кафе были неадекватные цены. Вы понимаете, что уже мы смотрели перед тем, как куда-то идти, лишний раз думаем, посидим дома. Потому что, ну, прилично. Поход в какой-то ресторан, это был в районе 50 долларов на семью. Это без алкоголя, это средняя цена, просто там с десертом, какой-то горячий. Здесь мы платим 25 долларов, то есть это максимум, даже и дешевле. Вот сейчас по курсу, так мы не знаем, 10 долларов, наверное, платим в ресторане. Также хочу заметить третий плюс, который для меня очень важный, это то, что здесь очень дружелюбная и благоприятная страна. Здесь все здороваются, остров небольшой, многие друг друга знают. Например, мы уже на своем районе, тут уже много кого знаем. Ты уже идешь, тебе всегда машет парикмахер, который тебе стриг, там, в магазине все здороваются. И вообще здесь принято здороваться. Здесь не принято смотреть в пол, когда ты идешь в землю. Здесь принято улыбаться, махать, кричать друг другу, там, привет, как дела. Очень доброжелательный народ. И очень важно, что здесь безопасно, что здесь нету каких-то грабежей. Да, пару дней назад вскрыли три дома. Здесь весь остров на ушах стоял. Ну, вы понимаете, что каждый день происходят и грабеж, и убийства, и всего то, и чего. Даже в маленьких городках где-то в России, где численность намного меньше, здесь все-таки остров, здесь и численность нормальная, приезжих много. И если там раз в год кого-то там ограбили, какой-то дом, то это, знаете, для них это как потрясение. Потому что здесь, ну, это правда, когда говорят, что двери здесь домов не закрывают. Это правда, когда говорят, что и автомобиль не закрывают, спокойно оставляют сумочки в любых местах. И здесь как-то безопасно. Есть камеры, и вы понимаете, это остров. И если здесь какой-то момент будет, ну, быстро найдут этого виновного. И здесь короткий разговор, тюрьма и депортация. И даже какие-то мелочи, если вдруг человек, то есть там долго не разбираются. И сюда приезжают люди не за тем, чтобы там что-то украсть. Здесь сюда приезжают люди, в принципе, на остров, я проанализировала, приезжают люди, у которых есть деньги. Некоторые приезжают сюда работать, там, в сферу казино, обслуживающий какой-то персонал. Но вы понимаете, Кипр – это не место, куда ехать, зарабатывать деньги надо. Это место, где можно кайфово жить, имея доход, постоянный. Там, онлайн, имея, ну, это вот дальше я про работу расскажу. Вот, это вот я рассказала вот про безопасность и про дружелюбие. Здесь классная обстановка, здесь люди действительно вот, ну, хорошо друг к другу относятся. И они относятся хорошо к детям. Как они относятся к детям? Мне никогда Богдан не прошел, и чтобы его кто-нибудь там на защечке, он уже привык. Его там две тискают, ему все дарят. Как к пожилым относятся. Здесь такие традиции хорошие. Они приезжают на выходных всегда к своим родным, к пожилым. У них родственники собираются. Вообще, киприоты, они очень классный народ. Вот такой. Есть у них недостатки, я тоже расскажу в минусах. Но, в общем, это очень дружелюбный народ. Это очень добрый и открытый народ. Также очень важным таким аспектом для нашей семьи является то, что здесь экологически чистое место. Здесь нету производства. Здесь под открытым солнышком растут апельсины. Здесь нету такого количества машин, каких-то вот, ну, нету таких тяжелых производств. Здесь нету тяжелых производств с выбросами отходов. И поэтому Северный Кипр экологически чистый остров. Также я хочу сказать, что здесь очень натуральные продукты. В них действительно продукты местные, и вот в Турецке тоже достаточно натуральные продукты, не пичкают в сетее, для того, чтобы они дольше хранились. Здесь срок годности в молочных продуктах 3-4 дня. Мы здесь покупаем и молочные, и кисломолочные продукты. Они постоянно портятся, мы их не успеваем все съедать. Мы уже научились по чуть-чуть, лучше будем ходить, покупать каждый день. Потому что здесь на самом деле продукты без обработки. Покупаешь цветную капусту, она через 3 дня, если ты не приготовил, все, она будет черная. При том, что она же свежая, ее только сорвали, ее не везли там месяц откуда-то. И она все равно так быстро. Представляете, когда к нам на прилавке брокколи попадает, которую еще там везли 2 недели, там, где-то пока ее там, она еще полежала. И мы покупаем, она такая красивая, потому что она обработанная. И вы знаете, все-таки здесь продукты вкуснее, яйца вкуснее, мясо. В общем, по поводу продуктов, здесь вопросов тоже нет. Мне не очень нравится изобилие, мне хватает, когда кто-то начинает жаловаться, что чего-то им не хватает. Я не знаю, мне хватает всего. Даже вот тут свинина не принято, да, вот в продаже. Но есть магазины специально, вон в 3 медведя пошел и купил свинину. Здесь можно найти и селедку. Тут есть все, на самом деле на том острове есть все. Главное желание вот это найти. А если чего-то здесь и нету, можно заменить. Понимаете, что нет незаменяемых продуктов. Во всяком случае, если нету каких-то вредных тут продуктов, и слава богу, что их здесь нету. Хотя тут всего достаточно, здесь есть все. Также, конечно же, очень большим плюсом для многих людей является то, что на Северном Кипре не важно, откуда у вас приходят деньги. Вы, главное, привозите их в страну, тут их тратьте, и никто у вас не спросит, где ты что заработал. Здесь можно рассчитываться криптовалютой. Есть специально такие вот пункты обменные, где спокойно можно получить денежные средства. Здесь есть различные магазины, где можно рассчитаться криптовалютой. В общем, здесь место, куда приезжают люди, которые не хотят показывать свой доход в каких-то странах. Здесь они привозят эти деньги, живут на них, покупают себе дома, машины, детей учат, либо просто в отпуск приезжают. Эта страна очень классная для таких людей. И таких достаточно. Потому что если вы решите приобрести недвижимость в Испании или где-то в Европе, то у вас попросят, пожалуйста, покажи справку с налоговой о том, что ты вот за эти деньги отчитался. Там есть определенные свои декларации и прочее. На Северном Кипре такого нету. Привозите побольше денег и покупайте побольше всего хорошего и дорогого. Это страна, которая любит деньги. Вы знаете, я иногда иду вот по улице, вот даже в Санжаке такой пригород. Здесь у нас такие красивые виллы есть, здесь такие машины ездят. Мы вот едем, там, ох, Мазерати проехала, Мерседесы, Мерседесы всех классов, там, самых высших. Ну, в общем, здесь очень много дорогих машин. И, как я говорила в предыдущих своих видео, здесь очень много банков, банкоматов, дорогих автомобилей. Здесь все ходят с последними айфонами. Сюда приезжают люди с деньгами. Конечно же, здесь очень можно достойно жить, и не на огромные деньги. И поэтому, ну, здесь все равно должен быть постоянно стабильный доход. Потому что, если вы, говорю, в своих странах можете где-то, там, подружка помогла, родственники где-то там что-то переодолжили, чтобы вы жили, у вас там свое жилье, то здесь вы будете чужие. Вам никто здесь не поможет. И придется ровненько улететь. Как случилось в пандемию, очень много людей улетело. Кто приехал сюда на заработки, все, там, позакрывалось. И очень многие улетели. Кто-то перестал платить за свою недвижимость. У него эту недвижимость, следовательно, забрали за неуплату. В общем, перед тем, как ехать на Северный Кипр, вы взвесьте, пожалуйста, сможете ли вы здесь прожить. Потому что с работой здесь непросто. Давайте еще плюс добавим образование на Северном Кипре. Я не скажу, что оно какое-то шикарное, да, но то, что если ваш ребенок будет жить на Северном Кипре, то, что он будет знать английский язык, это 100%. Да, он его выучит там ни за месяц, ни за два. Турецкий я не гарантирую тоже, что он быстро выучит. Есть только конкретно учить, учить, учить. Но за год, за два ваш ребенок будет знать английский. А английский язык – это свобода, это свобода во всем мире. И если сейчас такой мир, раньше, вы знаете, никого не выпускали из Советского Союза, то сейчас все люди выезжают. И сейчас вообще какая-то мода стала иметь несколько мест для жизни на земле. Вот родился в одном месте, там купил квартиру, там живет человек, там работает, там отдыхает, либо, ну, в общем, по-разному. И сейчас нет такого вот, как раньше. И для того, чтобы можно было быть свободным, это как иметь сводительское удостоверение, что вы можете сел на машину, поехал, это ваши как крылья, да. Также и язык, да, речь выдал, и понимание. Нужно знать иностранный язык, английский язык. Какое бы у вас образование не было, если вы не знаете язык, будете ровненько сидеть там, где вы родились, и именно работать в том месте. А если вы знаете язык, вы можете идти по другой профессии работать, и намного интереснее. В общем, образование на Северном Кипре круто вот тем, что здесь ваш ребенок выучит английский язык. Также он выучит, скорее всего, и турецкий. Моя еще не выучила турецкий, не знаю, как она его выучит. Ну, может быть, и выучит. Ну, то, что, кстати, за три месяца у меня Злата хорошо начала понимать и говорить, она везде мне переводит и изнесляется. Раньше она мне не день могла перевести, хоть я сколько за нее на репетиторов платила, она их, говорю, ты мне хоть переведи, я что, зря платила деньги, она мне ничего не могла перевести. Здесь за три месяца она начала переводить, говорить, поэтому это тоже правда. Английский язык ваш ребенок здесь выучит. Я плавно хочу перейти к минусам Северного Кипра. Тема работы на Северном Кипре – это не первый, не главный минус, но просто раз мы уже начали разговаривать на эту тему, я скажу, что на Северном Кипре очень тяжело найти работу, если ты не знаешь турецкий или английский язык. Это практически нереально. Это можно устроиться уборщицей, это можно, ну там, клининговая компания, да, можно, модно сказать. В общем, уборщицей можно работать без знания языка. Если вы знаете язык, но у вас аттестат и диплом вашей страны, здесь вам нужно переучиваться. Например, медику здесь надо переучиваться. Также вот я делала видеоролик «Салон красоты». Казалось бы, да, мастер там парикмахерского искусства или мастер по маникюру. Ему надо переучиваться, вы понимаете? Два года учиться, чтобы вас взяли сюда официально на работу. И это касается многих вообще специальностей, поэтому знание языка, плюс надо подтверждать диплом, переучиваться. И поэтому я вам скажу, что надеяться, что вы приедете и найдете здесь хорошую работу. В государственную структуру только берут кеприотов практически. Второй главный минус, который меня раздражает, и он меня будет раздражать всегда, наверное, пока здесь не поменяется ситуация, это мусор. Такого количества пластика, жестяных банок, ну вот всего, вот любого мусора, я не видела нигде. Здесь очень грязно. Я не понимаю, здесь грязно, потому что нету урн, или здесь грязно, потому что просто не убирают, или грязно, потому что много мусорят. Вот я этого не могу понять до сих пор. Мы убирали пляж, приходим через две недели на этот пляж, боже, он грязный. Вы понимаете, руки опускаются. Вот настолько грязи, вот столько много мусора и грязи, я говорю, я не видела нигде. Если жить в комплексах, вот, например, в Искеле, в красивых новых комплексах, где убирают, и больше никуда не выезжать, вы не увидите, конечно же, грязь. Но как вот мы живем в районе Гирны, и здесь много местных, здесь приезжих людей много, тут турков много. Ну, в общем, здесь разные национальности, и здесь много людей. В итоге, вот, район Лапты, Алсанжак, Гирны, туда дальше читал Коя-Занкоя, там не живу, но там не лучшая ситуация. Мы туда тоже в ту сторону ездили, убирали пляжи Аллагади, туда к пляжам. Короче говоря, здесь грязно везде. И в Никосии очень грязно. В общем, здесь много мусора. И вот не убирают так, как нужно его убирать. И нету столько урн. И мы хотим вот поднимать эту тему на уровне... И поднималась эта тема на уровне президента. Ну, вы знаете, ну, чего-то не хватает. Я не знаю чего. Я не могу сказать, что не хватает финансирования. Вот честно не могу сказать. Потому что здесь на другое тратятся баснословные деньги. А вот на это не тратятся. У нас в Алсанжаке убирает один мужичок. Я его видела в Лапте. По дороге с Лапты он шел. Вот он один постоянно убирается. То есть я не видела постоянно, чтобы убирались там как-то бригады. Не видела я. И это, конечно, ужасно. И люди, понимаете, когда чисто идешь, не хочется мусорить. Я в Беларуси там чисто. В Минске у нас везде чисто. А когда грязно, то видишь, вот валяются эти бутылки. Ну, взял и бросил. То есть срабатывает такой, наверное, у людей рефлекс. И здесь очень грязно. Это очень главный минус для нас. Вторым главным минусом является то, что здесь очень много недостроя и много заброшенных домов. Раньше на территории Северного Кипра жило очень много греков-киприотов, которые вынуждены были оставить свои дома, какие-то недостроенные или надостроенные, и уехать. И многие дома, вот проходишь, там вот в районе тоже Лапты, видишь, которые дома вообще заброшенные, которым уже там 50 лет видно, что уже все ржавые замки. Люди как оставили их, так они остались. Заколочены окна. Очень много заброшенных домов, очень много недостроя. Такая вот архитектура не сильно красивая. И, конечно, это, ну, какие-то вот могут также ржавые какие-то автомобили вдоль дороги стоять. В общем, колеса валятся. Вот это меня раздражает. Мне тоже это не нравится. Также минусом, который я могу назвать, это то, что киприоты очень медлительные. Ну, это все островитяне медлительные. Плюс это еще, ну, и все люди в жарких странах. Я помню греков, испанцев, виеста, сиеста. У них там что-то без конца. Все постоянно закрыто. И они постоянно где-то отдыхают. Там что-то два часа поработали, пять часов отдыхают, два часа поработали. И меня это всегда поражало. И я думаю, боже, какая прекрасная страна. Я вам скажу, что здесь нету вот этих перерывов таких длительных. Но здесь сами по себе люди медлительные. Понимаете, про них не хочется плохо говорить, потому что действительно очень классный народ, очень добрый. Я очень люблю киприотов. Прям вот полюбила. Они очень хорошие мужья. Вот я общаюсь с девушками из Казахстана, вот в Тиргизии, с Украины. Они сюда приехали работать, познакомились с киприотами, вышли замуж. Они в восторге. У меня вот девочка с Минска есть, тоже она вышла за киприота. Сейчас они живут в Австралии. Тут очень много, кстати, киприотов. Они уезжали либо в Лондон, в Англию уезжали, либо в Австралию. Очень много людей, большая часть уехала в Австралию. Вот. И они очень хорошо отзываются, что они очень порядочные, очень хорошие мужья, очень заботливые. Да, они ревнивые. Ну, я, кстати, на площадке, вот, ну, мы гуляем, и там есть тоже папы, киприоты, молодые. Они так хорошо со своими детьми. Ну, ну, очень хорошие, правда. Ну, видно, люди хорошие. Просто вот люди такие благородные, порядочные. Потому что, говорю, они относятся идеально к детям, к старикам, к животным. Как относятся киприоты к животным? Они их кормят, везде поят. Коты, собаки везде ходят. Но они не выглядят как бездомные. Они выглядят как короли улицы. У них у каждого животного есть свои местечки, которые они охраняют. На одном пляже только такие собачки. Только свои, там, идешь там, там, другие. И они, вот, у них свои территории. И они действительно очень-очень смотрят за животными, очень любят их. И, ну, это показывает, для меня это показывает уровень вообще, как человек живет в высоких вибрациях. Это показывает, насколько человек, вот, духовно высокий. Ну, это и интеллект его показывает. Но по своему темпераменту они какие-то, вот, конечно, ну, они очень медлительные. Меня это очень раздражает периодически, скажу вам честно. Но вот эти минусы, которые я вам назвала, это грязь, какие-то недострои, то, что медлительные и тяжело найти работу на Северном Кипре, это главных четыре минуса для меня. Все остальные для меня это не минусы. Я могу там много к чему придираться, но это не минусы. Это, как бы, ну, такой, знаете, как на вкус и цвет. Вот это самые главные четыре минуса, которые я бы хотела исправить. Пятый минус в том, что здесь нету тротуаров, дорога и все. И очень мало мест, где есть тротуары, где можно гулять. Здесь очень мало светофоров, разметок на дороге мало. Здесь, раз мы такую тему затронули вот автодорог, и скажу, что здесь нет общественного транспорта, точнее его очень мало. Вот мы живем в Алсанжаке, у нас маршрутки постоянно ездят. У меня вон дочка поехала сегодня опять в Гирне, она каждый день с подружками ездит. У них тут, ну, вот, очень хорошо, что такое сообщение, я очень этому рада. Маршрутка недорогая, быстро едет, там, очень комфортно. Очень хорошо, что у нас есть общественный транспорт, и мы можем жить без машины. Ну, конечно, для комфортного проживания нужен автомобиль. Но вот с общественным транспортом здесь, конечно, да, проблемы. Только вот, говорю, наш район хорошо, а другие районы, я вообще не понимаю, как там жить без машины. У кого нет водительского удостоверения? Ведь у многих наших, вот, 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 ну, с постсоветского пространства, у людей старше 50-ти, мало у кого есть водительского удостоверения. У меня, у моих родственников, у моих теть ни у кого нету, у мамы моей нету, у моей свекрови нету. Ну, да, помоложе люди, они с правами, так, это же вот как вот, я даже не знаю, как жить без машины. А у нас можно жить без машины. Ну, говорю, вот это грязь, какой-то вот этот недострой, вот едешь какие-то там, ну, не очень, конечно, симпатично. Но я надеюсь, что вот эти все минусы, которые есть, они перейдут в плюсы, уберут когда-то всю эту грязь, когда-то красиво там построят еще больше зданий, а старые как-то модернизируются или как-то их там закроют, снесут. Я надеюсь, что здесь станет, будет такое место, где востребовано, куда можно будет приехать и заработать денег. Я надеюсь, что здесь будет побольше общественного транспорта и поставят светофоры, сделают красивые дорожки. И, слушайте, 30 лет назад в Эмиратах ничего не было, а сейчас там что? Может быть, здесь тоже у нас такое вот, такое место, где через 20 лет будет красота, сюда приедут люди, классные, такое перенаселение происходит. Я смотрю, какое количество людей сюда приезжает и собираются приезжать. Как мне рассказывают застройщики, что из Санта-Пеш, там выкуплены дома, которые дорогущие, по 300 тысяч фунтов. Они говорят, соус, соус, все выкуплено. Я говорю, кто покупает? Говорят, немцы купили, скандинавы это все купили, русские немножко тоже покупают там. В общем, я к тому, что сейчас все равно вот такое, и всегда кто покупает, но не бедные люди. То есть будут еще больше приезжать, вкладывать этот остров. Здесь есть, мне нравится, что здесь, вот мы сейчас сидим в кафе очень уютненьком, вот у нашего дома. Тут рядом магазин с прекрасным ассортиментом товаров. У меня тут вообще классная ветеринарная лечебница, рыбный магазин шикарный, где свежая дорада, недорогая. В общем, здесь на самом деле, вон, правите, химчистка прачечная, обменники, аптеки. В аптеку приходишь, ассортимент товаров, вот БАДов, витаминов. Я вот покупала для щитовидки эутерокс, у нас надо там еще найти дозировку эту, у нас надо рецепт выписать. А здесь вот, без проблем, спрашивают, какой вам, у них все дозировки есть, без рецепта. Понимаете, то есть, ну, мне нравится Кипр, и он очень интересен тем, что Кипр, он не нравится людям, а они потом начинают жить, и потом им больше нравится. Но вопрос в том, что если финансово не очень у человека, то ему, конечно же, он больше не понравится. Если у человека есть стабильность дохода, мне кажется, на сегодняшний день это вообще классное место. Надо сюда ехать, покупать себе хороший дом, покупать себе хороший автомобиль, детей приедать в хорошие учебные заведения, в частные там сады, ну, что-то самому найти себе увлечение по душе, знакомиться на какой-то компанией, обзавестись людей комфортной, и все, и живи тут, и наслаждайся жизнью. Периодически июля-август отсюда надо уезжать, потому что очень жарко. Хотя для моей соседки Натальи, которая плескается в бассейне и в море, не вылазя в июле-августе, сказала, что в сентябре холодно, вот в июле-август самое лучшее место. Поэтому видите, как на вкус и цвет. Вот, также вот сейчас в декабре отличная погода. Ну, вот январь-февраль, многие говорят, что прохладно. Но тоже можно уехать, в феврале у детей каникулы здесь по месяцу практически. Можно уехать с середины января до конца февраля, если уже кому-то сильно холодно здесь. Ну, есть страны, где тепло. Вот, если периодически выезжать в другие страны, куда-то ездить, путешествовать, то здесь не скучно. Ну, есть такая размеренная жизнь, но я скажу, что когда мне говорят, что здесь скучно, ну, я в Минске не ходила столько по ресторанам, я не общалась с таким количеством людей, как сейчас. Вот сейчас у нас сегодня тусовка. Вот у меня через 15 минут танцы, потом у нас, мы бежим в три медведя, у нас там наша компания 50 человек забронировала столик, мы отмечаем Рождество. А после этого мы еще едем на дискотеку, там на одну, ну, может, в казино еще заедем. Понимаете? То есть тут вот движение, наоборот. Я скажу, что здесь весело. Здесь у нас компания, они собираются играть в мафию. Здесь люди... Вот надо найти для себя увлечение. И есть люди, которым везде будет скучно, а есть люди, которым везде будет весело. Это зависит от человека. Северный Кипр очень классное место. Я его, честно говоря, люблю. Я очень осторожно рекомендую людям, когда мне звонят. Я, конечно, очень никому его осторожно рекомендую, потому что я очень ответственный человек. Я не хочу на себя брать ответственность. Но я говорю, вот как есть свои ощущения. И я говорю всегда, что я бы не хотела, чтобы сюда ехали. Люди бедные, люди, которые, ну, хотят здесь заработать. Потому что это очень сложно будет сделать. Сюда надо тогда приехать, попробовать такому человеку. А если у человека есть более-менее такая вот стабильная, да, вот есть такой запас, стабильность, то здесь вообще шикарное место. И мне здесь очень нравится. Я хочу... Единственный минус, я хочу, чтобы сюда как можно больше моих родных и близких приехало. И я максимально приложу усилия, чтобы так получилось. Ребята, если вам было полезно это видео, я болтушка, я знаю, может, что-то лишнего говорю. Но я говорю от души. Я вот говорю вот как есть, да. У меня нету каких-то, не преследуя какие-то коростные цели. Я вам рассказываю, передаю. Естественно, здесь мы сейчас плавно перешли в недвижимость. И вот там вы продаете, у вас каждая такая же, как я и была. Единственное, я могу помочь человеку. Я очень много знаю информации по недвижимости. И я могу с человеком поделиться этой информацией и уберечь его. Поэтому, если вас интересует информация по Северному Кипру, обязательно нам пишите, звоните, спрашивайте. Нам не жалко поделиться с вами информацией. А если мы поможем вам осуществить вашу мечту и перебраться на Северный Кипр, и действительно вы здесь будете счастливы, то мы также будем счастливы вместе с вами. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нам они нужны, чтобы как можно больше людей о нас узнали и нас увидели. Все, ребята, хорошего вечера. Пока-пока.